Всем привет, ребята! А вы помните, кто у меня жил вот в этом аквариуме? Напишите в комментариях, кто помнит. Написали? А для тех, кто забыл или не знал, я напомню, что в этом аквариуме у меня ровно год назад жил богомол. И сегодня я расскажу вам, что произошло с тем богомолом, а также я покажу вам своего нового богомола. Так что заваривайте чай и усаживайтесь поудобнее. В общем, тогда поймал я богомола прямо у себя во дворе и поселил его в этом аквариуме. Тогда же оказалось, что это была самка богомола. И она отложила вот такие вот кладки с яйцами, которые до сих пор видны на веточке. Из этих кладок тогда повылезали маленькие такие богомольчики. Они были очень-очень маленькие и очень прикольные. Но самка богомола начала их поедать как добычу. Чтобы вы понимали разницу между большим и маленьким богомолом, давайте приведу пример. Это игра World of Tanks. Я ее показываю, потому что это лучшая игра про танки. Тут можно поиграть за богомола, который весит 72 тонны, или за шустрого скоробея. Сотни карт. Делай, что хочешь, и все бесплатно. Начните играть в танки сейчас и получите приятный подарок новичка. Ссылка на World of Tanks в описании. Многие до сих пор спрашивают меня в комментариях, где же богомол и почему я больше не снимаю с ним видео. Богомол прожил у меня почти всю зиму и умер. Вообще богомолы рождаются весной, живут все лето, а осенью откладывают яйца и умирают. Так что мой богомол прожил на 3 месяца дольше, чем его собратья в природе. Вообще я не планировал еще раз заводить богомола, но пару дней назад мы были на пикнике, и когда уже собирались домой, то я заметил, что к нам в сумку залез богомол. Вот он, ребята, этот богомол. Смотрите. Я решил забрать его с собой, тем более, что вы часто спрашиваете про богомола в комментариях. Судя по толстому брюшку, это снова самка, и, возможно, она снова отложит яйца. В общем, я решил поселить этого богомола в этот же аквариум, но немного его переоборудовать. Сейчас на дно насыпана кокосовая стружка, и я хочу заменить ее на песок, потому что она не очень практичная. Когда я бросал богомолу, например, тараканов, то они зарывались в стружке, и он не мог их поймать. Я высыпал кокосовую стружку в мусорное ведро и хорошенько протер стенки аквариума от пыли. Затем я насыпал в аквариум чистого песка и разровнял его. Ну вот, ребята, новый дом для нового богомола готов. Посмотрим, что он там делает. Сидит и смотрит на меня своими огромными глазами. С виду как будто безобидный кузнечик, но на самом деле это беспощадный хищник в мире насекомых, который молниеносно хватает все, что движется, и поедает его живьем. Ну ладно, давайте переселим этого хищника в его новый дом. Кстати, богомолы умеют летать, поэтому нужно быть осторожным, чтобы он вдруг не упорхнул, а то мне сложно потом будет ловить его по всей квартире. Давай, дорогой друг или дорогая, переползай на песочек. Ну вот, переселили. Вообще, богомолы в природе не живут на голом песке, а привыкли ползать по растениям. Поэтому я положу ему обратно эту же веточку. Так ему будет гораздо комфортнее. И действительно, уже через минуту богомол взобрался на ветку. А еще через минуту он уже начал чистить лапки и умываться. В общем, вести себя как обычно. Вообще, за богомолами очень интересно наблюдать. Сейчас его явно заинтересовала моя камера. И он крадется ко мне так, как будто собирается на меня напасть. Хорошо, что он маленький. А представьте, если бы такое чудище было больше человека. Вот это была бы жесть, правда? Мне даже страшно представить, а то еще приснится ночью. Но, конечно же, интереснее всего наблюдать за охотой богомола. Как он охотится? Это же настоящий хищник. У него своя тактика и свое поведение. Как вы помните, у меня есть целая куча тараканов, которых мне пришлось купить для того, чтобы снять эксперимент с муравьями-филахами. И вот я взял сразу четырех тараканов. И сейчас я заброшу их моему богомолу. Кстати, смотрите, у него должно быть очень хорошее зрение. Вот я поднесу их просто к стеклу. И посмотрите, он должен их заметить. Богомол, ну что ты скажешь? Ты видишь тараканов? Да, ребята, он заметил сквозь стекло. Смотрите, он ползет медленно. Собирается наброситься. Так, так. Смотрите, ему кажется, что уже близко. Сейчас он сделает бросок. Давай. В этот самый момент я вспомнил, как в танках также сидел в засаде и набросился на врага. Когда играешь в танчики, чувствуешь себя настоящим охотником. Прям как богомол. Я уверен, многие захотят так же, как и я, поиграть бесплатно в World of Tanks. И чтобы вам не искать ссылку, я оставлю ее в описании под видео. Нет, он чувствует, что что-то не то, какая-то преграда. И он не может поймать этих вожделенных тараканчиков. Ну что же, ребята, давайте я их сейчас высыплю прямо ему на песочек. И посмотрим, как он будет охотиться за этими тараканами. Есть! Тараканы на песке. Вон они ползают. И что же он будет делать? Он пока их не заметил. Какое-то время тараканы безнаказанно бегают по песку. Ну вот, богомол заметил добычу. Он резко повернул голову. И теперь уже тараканы под его пристальным взглядом. Что же он будет делать? Давайте посмотрим. Его внимание привлек другой таракан. И похоже, богомол уже собирается слезать вниз. Но пока богомол думал, добыча сама пришла к нему в лапы. Глупый таракан взобрался по ветке прямо к богомолу. И сейчас ему точно не поздоровится. Бросок и таракан уже в цепких лапах богомола. Вырваться шансов практически нет. Сейчас богомол возьмет его поудобнее и начнет поедать. Да, таракану явно сегодня не повезло. Ну и остальные три таракана проживут явно не очень долго. Но сейчас, пока богомол не доел первого таракана, остальным ничего не угрожает. Богомол не будет ни на кого охотиться, пока у него в руках есть хоть что-то вкусненькое. И в это время другие тараканы могут даже ползать у него по голове. Что они в принципе и делают. Кстати, ребята, давайте придумаем имя нашему богомолу. Точнее нашей самке богомола. Пишите в комментарии ваши варианты. И самое интересное я покажу в видео. А также выберу один самый прикольный. И буду называть им своего богомола. Кстати, смотрите, богомол уже доедает таракана. И я думаю, скоро он переключится на вот этих товарищей, которые пока что все еще беззаботно ползают практически у него по голове. Вот это да. Посмотрите, тараканы практически сидят на богомоле. Но они не знают, что им осталось жить буквально, не знаю, минуту, пока богомол закончит с маленьким кусочком предыдущего таракана. Вот он уже закончил. И интересно, голодный он сейчас или нет? Набросится он или не набросится? Нет, смотрите, пока что не обращает внимания. Смотрите, они практически сидят под ним. Но нет, он, по-моему, умываться сейчас будет. А нет, у него еще во рту кусочек вкусного тараканчика. Смотрите, он его пережевывает. Так, и что? Нет, ну тараканы вообще обнаглели. Смотрите. Идет сюда. Он просто выгоняет его, прикиньте. Да, я думал, что он будет их сразу есть. Но видно, он не голодный пока что. Он просто, видите, руками отмахнул своими лапами, выгнал этого назойливого наглого таракана. Ну, прикиньте, это все равно, что, я не знаю, там лезть в лапу тигру, дразнить волка. Смотрите, он заглядывает. Это же вообще цирк. Таракан, ты куда? Уйди. Капец, смотрите. Он прям лезет к нему в рот. Ну, это же вообще... Блин, таракан, ну какой же ты глупый. Да, это вообще нужно видеть. Второй тоже. Ну, блин, смотри, он просто их выгоняет. О, нет, схватил. Будет есть, интересно? Держит, но не ест, по-моему. Выбросит или будет есть? Думает, не хочу есть, но раз ты уже ко мне лезешь в лапы, то я тебя все-таки, товарищ, съем. Вот такие вот они, ребята, богомолы, кровожадные. И очень-очень, смотрите, он там прям что-то брыкается. Ужас. Да. Выбросил. Повезло тебе, тараканчик. Смотрите, он немножечко помятый, но все-таки нормально он бегает. Вот это да. Ну, я думаю, сейчас богомол пойдет где-то сидеть. У него брюхо сейчас уже лопнет. Смотрите, какое толстое у него там пузо. Да, ребята, в общем, такой вот получился видос у нас с богомольщиком. Я думаю, вам понравилось. Если хотите продолжение, если вам нравится эта тема, напишите обязательно в комментариях. И я еще сниму что-нибудь интересное, какую-нибудь охоту на какого-нибудь другого насекомого. Хотя у меня, кроме тараканов, пока что никого и нет. Ну, а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Богомол, скажи пока. Нет, он занят там. Умывается после еды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова